Книга «Открытым оком. Тема покаяния». Том 6. Вопрос 1541. Римлянам 10.4. Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Поясните, пожалуйста, к кой праведности идет речь, и кто попадает под категорию всякого верующего? Означает ли это то, что, исполнив весь закон, Христос освобождает нас от многих его предписаний и вместо них дает новые и последние установления, примиряющие человечество с Отцом и дающие надежду на возвращение в рай? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евреям 7.11.19. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Ибо закон ничего не довел до совершенства, но доводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Галатам 3.24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Закон в образах, а не в самой истине указывал на Христа, который взял грехи всего мира, то есть и лично мой грех умер лично за меня, потому что ни один грех не прощается за так, за молитвы или за добродетельность. Иоанна 1.29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Римлянам 6.23. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему». Евреям 9.22. «Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения». 1 Иоанна 1.7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Евреям 9.14. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Грех приговаривает всех только и только к смерти. И от этого закона, Божьей сущности справедливости, Бог отступить просто не может. Иначе Он уже не будет Божьей справедливостью. Христос есть наш заместитель. Он ответил за наш грех и даровал в ином, высшем духовном рождении, новую природу. «Природу Божьей святости». Римлянам 8.3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, подобию плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Грех hopping в страницах «авенния литра». « diminуяна в конкурсе».